Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Наталья Михайлик. Наталья Михайлик. Специалисты водоканала, приходящие в квартиру, это может быть во время замены счетчиков, у них должно быть, как правило, удостоверение. Если такое удостоверение не представлено, то веры в то, что это сотрудник водоканала быть не может. Говорю сразу, что водоканал никогда не сотрудничал с организациями, которые предлагают фильтры. Потому что на сегодняшний день ежедневный мониторинг качества воды не выявил никаких отклонений. Вода во всем городе Минске соответствует санитарным нормам качества питьевого водоснабжения. К слову, показатели качества воды по каждому дому доступны на сайте водоканала. Проводить независимую экспертизу могут лишь аккредитованные в республике лаборатории. Инцидент в метро, избавление от опасных деревьев, праздник в заводском районе и самая красивая жительница зоопарка из самых непривлекательных. Наш дежурный по городу Оксана Симашко увидела все своими глазами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая жизнь на старом месте. Вместо аварийных деревьев на улице Ленина готовятся высадить молодые липы. Отслоившаяся кора, сгнивший ствол и усохшие кроны – все это насторожило не только прохожих, но и специалистов. Пять деревьев, которые могли упасть на пешеходов и автомобилей, решили убрать вовремя. Уже вскоре здесь будут зеленеть новые саженцы. Выполняя работу над ошибками, на этот раз в Минске вспоминают о последствиях июльского урагана. Аварийные деревья желательно нужно убрать до того, как появятся ажурные кроны. Когда гроза, естественно, такие деревья начинают падать. Праздник с национальным колоритом. Масштабная торговля развернулась сегодня на Партизанском проспекте. Обновленный рынок сегодня заманивал горожан ароматами белорусских вкусностей и народными песнями. Но, пожалуй, самыми популярными оказались площадки с дегустацией. Рынок открыли ко дню рождения заводского района. Обновили фасады, были реконструированы боксы. Для жителей рынок становится столичным. Понравились концерты, танцы, еще понравились, очень сильно понравились животные. Страшно и красиво в Минском зоопарке подвели итоги необычного конкурса красоты. Пальма первенства досталась Марабу. Это родственная аисту птица с неоперенной головой и длинным клювом. Благодаря своей неординарной внешности она обошла лягушку, гиену, паука, мурену, черепаху и летучую мышь. За что и получила приз в большую свежую селедку. Не исключено, что вскоре здесь организуют похожие состязания не только для леди, но и для питомцев с сильным характером. Эта птица очень интересная по своему характеру. Она топочет ногами не потому, что она злая, а потому, что добывает себе еду. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните на горячую линию 029-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. Оксана Симашко, Андрей Иваненко, телекомпания СТВ. Диалог с городской властью завтра каждый минчанец сможет напрямую обратиться к вопросам к председателю Минского городского исполнительного комитета Андрею Шорцу. Прямая линия с градоначальником пройдет в рамках традиционного субботнего общения с жителями столицы с 9 утра до полудня. Напоминаем также, что звонки принимают в каждом районе города. В администрация готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно. Номера прямых телефонных линий вы видите на своих экранах. Сто лет на защите интересов минчан и решения задач, которые стоят перед столицей. Вековой юбилей отмечает Минский городской совет депутатов. В разные годы избранниками народа были представители различных профессий – рабочие, инженеры, педагоги и врачи. И сегодня главная задача депутатов – отстаивать законные интересы горожан, работать на благоустройство родного города и комфортную жизнь его жителей. Вопросы, которые решают депутаты, самые разные и касаются практически всех сфер жизни минчан. О тех, кто создает столичные законы в Лейцах, расскажет Александра Панасюк. Таким задорным номером юные артисты поздравляют депутатов и почетных гостей. Старожил главного законодательного органа столицы рассказал, чем занимается совет. Рабочие места, заработная плата, пенсионное обеспечение минчан – все принимается решение, нормативные документы депутата городского совета депутатов. Современный вариант Минского Вечия – это конкретные люди. Их минчане выбирают прямым голосованием. Каждый из действующих 57 депутатов победил на выборах по своему округу. Люди, за которых голосовали жители столицы, вспомнили, какие решения порадовали их больше всего. Мы приняли герб города, флаг города, гимн города. Может быть, оно не популярно, конечно, для наших предпринимателей, но это повышение ставки единого налога. Те решения, где мы на карту города наносим новое название – это самое запоминающееся, самое радостное. Планы на будущее у Мингрессовета достаточно амбициозные. Чтобы каждый наш избиратель, житель города, имел достойную работу, достойную зарплату. Чтобы комфорт проживания, пребывания в нашем городе соответствовал лучшим стандартам мировых столиц. Члены молодежной палаты при Мингрессовете пришли поздравить своих наставников, а также поделились как ни словом, а делом. Минская молодежь уже влияет на жизнь столицы. Мы выступали инициаторами реконструкции сквера имени Марата Казея. Мы вообще создали проект о помощи детям-инвалидам с ограниченной возможностью, чтобы они могли почувствовать себя полноценными членами общества. Работа в Совете общественная и денег не приносит. Все депутаты продолжают заниматься своим основным видом деятельности. Александр Панасюк, Илья Пучко, телекомпания СТВ. Температура воздуха 7 градусов, вода еле дотягивает до 4. Маржи из Беларуси, России и Украины открыли соревнования по спортивно-зимнему плаванию. В Кубке принимает участие более 80 человек. Это и профессиональные спортсмены, и просто приверженцы здорового образа жизни. Возрастных ограничений нет. Главное желание закаляться и заниматься плаванием. Самой опытной участницей Риме Петровне 71 год. Ради соревнований женщина приехала в Минск из российского Орла. Это второй по счету открытый Кубок Беларуси по спортивному зимнему плаванию. В прошлом году мы 4 этапа проводили в течение осенне-зимнего плавательного сезона. А вот в этом сезоне, 16-17 год, у нас 6 этапов. Первый этап у нас был в октябре прошлого года, а последний, шестой, будет в апреле. Седьмого класса закаливаюсь, 16 лет плаваю, 10 лет участвую в соревнованиях. 80 наград за 10 лет. Борюсь за здоровый образ жизни. Я живу в проруби, можно сказать. Все болячки оставляю в проруби. Молодеет спорт. Вот уже года три, как я вижу, что в наши ряды приходит молодежь. Заплывы проходят на разные дистанции, от 25 до 450 метров. Это и вольный стиль, баттерфляй, а также брас. К слову, для профессиональных моржей нынешняя погода практически курорт. А вот теплолюбивым минчанам синоптики советуют одеваться потеплее. Завтра ожидаются ухудшения погоды и мокрый снег. Это все столичные подробности на сегодня в студии новостей, которой всегда рядом работала Наталья Михайлик. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!